Попытка изнасилования все-таки была, но с воскресными волнениями в Ставрово она никак не связана. Такое заявление сделал сегодня Следственный комитет. Там подтвердили, что полтора месяца назад гражданин неславянской внешности напал на жительницу поселка Ставрово и попытался ее изнасиловать. Речь идет о гражданине Узбекистана. Срок регистрации у него закончился, официально он нигде не работал. Жена там пекла пирожки, а он носил по различным предприятиям Ставрово и близлежащих поселков вот эту домашнюю выпечку. И этот человек предпринял абсолютную попытку к совершению насильственного полового акта с жительницей поселка Ставрово. Но в силу физиологических причин он не смог довести свой преступный умысел до конца. Следователи уверены, что воскресный сход Ставрово спровоцировало не это. Никто из 40 местных жителей, вышедших на улицу, не мог об этом знать. Следователи ранее не придавали этот факт огласки, несмотря на то, что преступление было совершено в середине сентября. Сама 46-летняя потерпевшая тоже вряд ли бы стала кому-то об этом рассказывать, потому что таких вещей стыдятся, считает следствие. 46-летняя женщина – это абсолютно взрослый человек, имеющий семью, имеющий постоянное место работы, положительно характеризующий, переживший такой стресс от ужаса и агрессии, которая на нее свалилась вот днем 14 сентября. Именно это событие, с учетом возраста женщины, пережитого стресса, как раз и указывает на то, что никто из молодых уж, во всяком случае, людей, не мог знать об этом событии. Напомним, по факту воскресных волнений в Ставрово возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего безработного местного жителя, который незадолго до этого избил уроженца Таджикистана. Парню вменяется правонарушение по статье «Нанесение побоев». Ранее он был судим. Продолжение следует...